Следующий доклад у нас Александра Ивановича Рыбалова Ну название все видят, будет по-видимому по-русски, а по-английски будет доклад, а слайдер на русском Нет, ну пожалуйста Я могу, конечно, в английском, но не все поймут Ну и хорошо, не все, как говорят Так, ну хорошо Ну, слайдер и доклад на русском языке, вы видели, в начале, конечно, я хочу сказать на камеру, что мой доклад не содержит никаких сведений, которые могут относиться к государственной тайне Союзской Федерации Ну, во всякий случай скажу, сейчас в Академии наук экспортный контроль есть призыв Ну, а тут все-таки доклад о перестраховании Во всякий случай перестраховывающий А вот доклад генерический не содержит Да, почти не содержит Так Так Ну, значит Вот В картографии Важную Важную роль играет Ну, помимо того, что Значит Происходит разработка каких-то систем, которые В общем Реально используются Важную роль играет обоснование Какое-то обоснование теоретической стойкости этих систем Ну, и это обоснование, оно связано с теорией сложности, если правило Вот И Ну, я Вот доклад будет посвящен у некоторых рассмотревых Вопросов обоснованиях Вопросов обоснованиях Стойкости классических систем И проблем, которые, значит, лежат с основой этой системы Ну, вот Вначале напомню, значит, что классический подход к сложности алгоритмических проблем, он состоит в том, что Вот Входы, которые С которыми работает алгоритм Вот Они образуют некоторое множество И алгоритм, если он Он считается хорошим, если он работает Хорошо, быстро На всех входах Даже если какой-то один плохой вход На котором он будет долго работать И встретиться Этот алгоритм уже В классическом понимании Плохой В генерическом подходе Ситуация немного иная То есть Может Существовать Какое-то Какое-то Множество Входов На котором Алгоритм Значит Работает Плохо Или вообще Может не останавливаться Вот Ну Эту ситуацию Всегда можно отследить Ну И в этом случае Алгоритм Можно Может Выдавать Какое-то неопределенное Ответ Например Не знаю Ну Если алгоритм Почти всегда То есть На большом множестве Работает Хорошо То С генерической точки зрения Он хороший Вот И вот Почему Генерический подход Он Имеет Некоторые положения Криптографии Это связано с тем Что Вот Как работает обычно Криптосистема Вначале Вначале Генерируются Значит Случайные Ключи Вот Их Можно Интерпретировать Как входы Некоторые Алгоритмические Проблемы Вот И потом Значит С помощью этих ключей Происходит Шифрование Дешифрование И взлом Чтобы взломать Систему Нужно Значит Это решить Алгоритмическую То есть Проблема Которая Лежит В основе Этой системы Если Так Получится Что Для Случайных Входов Ключей Проблема Взлома Она Оказывается С генерической точки зрения Разрешима Или Эффективно Разрешима То Грубо говоря Мы сгенерировали А Такой Генерический алгоритм Он Значит Ну С вероятностью Один Он Может Взломать Систему Эта Ситуация С точки зрения Криптографии Плохая В некотором смысле Проблемы Которые Лежат В основе Для системы Они Генерически Должны Трудными Я Напомню Некоторые Определения Что Что Мы Понимаем Что Значит Что Алгоритм Почти Всегда Почти Хорошо Работает Есть Можество Входов Размера М Будет Асимпетическая Флотность Множества Любого Множества Ну Если Конечно Такой Предел Существует Вот Это Отношение Это Вероятность Получить Вход Из этого Множества Когда мы Входы Генерируем Случайно И равномерно Вот Что такое Генерический Алгоритм Вот Я Определение Переделал Так Чтобы Удобно Для Наших Целей Проблем Про которые Я потом Говорю Алгоритм У него Множество Входов И Множество Выходов Ж Есть Еще Добавляется Один Вход Или Вопрос Когда Алгоритм Не знает Что Генерируем Генерический Алгоритм Если Во-первых Для любого Входа Он останавливается И Множество Входов На которых Он Дает Неопределен Ответ Имеет Плотность Ножен Такие Множества Еще Называются Пренебрежимы Но Соответственно Множество Дополнения Пренебрежимы То есть У которых Плотность Равна Называется Генерический Алгоритм Вычисляет Некоторую Функцию Если В тех случаях Когда Он Выдает Определенный Ответ Его Ответ Совпадает Со Значением Этой Функции Почти Всегда Вычисляет Ну И Криптографические Проблемы Про которые Я буду говорить Это Классические Проблемы Проблемы Дискретного Логритма Ну Я буду Конкретно Говорить В конечных Полях Учисляет Помогут Простого Хотя Можно И от других Групп Посматривать Этот Проблем То же самое Можно Доказать Проблемы Излечения Квадратного Корня В группах Вычетных По модулям Составных Конкретных Исел Явдающихся Произведением Одного Простых Проблемы Поиска Эземорфизма Графов Все эти Проблемы Они Имеют Криптографические Приложения То есть Есть системы Алгоритмов Криптографических Которые Используют Эти Проблемы Для Их Стойкости Как раз Важна Важна Сложность Этих Проблем Этих Проблемы Этих Проблемы Не существует Полиномиальных Вероятностей Алгоритмов Которые Решают Эти все Проблемы Для Всех Входов Вот Тут Я хочу Обратить внимание На два момента Это Общепринятые Этих Гипотезы Они Конечно Не доказаны Ну и Видимо неопроезда И до сих пор То есть Во-первых Этих Гипотезы Что P Не равно НП Но В обратную сторону Не следует То есть Из того Что P Не равно НП Грубо говоря Если Кто-то докажет Что Какая-то Проблема Для него Не существует Полиномиальных Алгоритмов Из этого Не будет следовать Что Криптостойкость Систем Основанной На этих гипотезах Не будет следовать Из этого То есть Это Гораздо Более Более Того Есть Результаты В пользу Того Что Этих Проблемы Эквивалентные Проблемы Распознавания Они Не могут Быти По Полным Того На славе Не отобразил Есть Такой Следователь Просав Или Просав Или Просав Канал Канал Как он писал Свою работу Или он сейчас что-то Ну вот Он как раз В 70-х годах Назарел Развитие Как только появилась Криптография С открытым ключом У него книга есть Просав Просав У меня есть Просав 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 У него Как раз Доказал Результат В ходе того Что Эти проблемы Проблема Слома Грубо говоря Системы С открытым ключом Она не может Быть им То есть Если это так То Из этого следует Что-то вроде Очень Мало говоря Ну и второй момент Вероятностные Алгоритмы Вчера Виктор Петрович Говорил Что Считается Что Полинвенди Детерминированные Алгоритмы Они С практической точки зрения Это Аналог Эффективных Алгоритмов Вообще говоря Можно расширить Это понимание Настоящие Алгоритмы То есть Алгоритмы которые используют Датчик Случайных И дают Правильный Ответ С некоторой Вероятностью С точки зрения Трактики Они тоже Ну настолько же Эффективны Как и обычные То есть Вообще Предполагается Что И Вероятность Гипотезы 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 Для Соответствующей Проблемы Существуют Полинмиальный Генерический Алгоритм То существует И Полинмиальная Вероятность Алгоритм Который Для всех Входов Решает Проблемы Сразу же Из этого Следует Что Если Мы Предполагаем Трудноразрешимость Проблем В классическом Смысле То и Генерически Эти Проблемы Трудноразрешимы Ну вот О методе Доказательства Таких Результатов Значит Метод Такой Если Допустим Что мы Имеем решать Проблемы На некотором Генерическом Подмножестве И Хотим решить А мы Должны Уметь Хорошо Ну и Эффективно Это умеем Делать А хотим Научиться Решать Для Всех Входов Мы Берем Какой-то Вход И Строим Некоторое Множество Входов Эквивалентных В том Смысле Что Если Для любого Элемента Из этого множества Мы умеем Решать Задачу То Мы можем Вернуться Как бы К Клона Уметь Решать Мы Можем Вернуться К Прототипу И Решить Проблему Для него Да То есть Оно Должно Заполимять До Время Распроставаться Иначе Иначе Это Если Он Выдал Какой-то Определенный Результат То Значит Вход Исходный Если Выдал Вопросик То Мы Игническая Когда По Х Строит Х Штык То Ты должен Найти Да Да Мы Можем Запустить Просто Этот Алгоритм Посмотреть Если Значит Алгоритм Выдал Результат Значит Ну 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 Вопрос Как Находить Эквалент Это Для Каждой Проблемы Это Для Каждой Проблемы Я Объясню Тут Возникает Один Момент Множество Должно Быть Достаточно Большим Чтобы Всегда Пересекаться То Эта Плотность Должна Достаточно Большое Как Как минимум Там Экспонициально Число Экспонициально Если Детерминированным Алгоритмом Перебирать До тех пор Смотреть Пока Мы не попадем В генерическое множество Ну Время будет большое Экспонициально А вот Если Вероятностным алгоритмом То И вероятность Попасть То есть Мы генерируем Случайный элемент Из этого клона И смотрим Попадает Генерическое множество Ленин Как раз Вылезает Вероятность Алгоритм И Значит То, что Это множество Достаточно Большое Гарантирует Что Вероятность Попасть туда Она Хорошая Вероятность Алгоритма В этом Включается Вот Для Для дискретного Логарифма Значит Я В таком виде Сформулирую Эту проблему То есть У нас Входами Яграются Тройки Чисел Где П Это простое Ж Это первообразный элемент Поле А Это какой-то элемент Минулевой Из этого поля Ну И Нужно Уметь Вычислять Функцию Которая Выдает Это Показатель Степени Первообразные Многозначные Вот Таких же Х Ну Почему По модуле П считается Не в Н тогда Не в Н тогда А в Н Ну Да Я написал М С Запасом Не все Натуральнички Тогда Нам Не Значит Ну Да Да То есть Х Меньше Чем П Приложения Криптографии Очень Много Да Многие схемы В Многие Многие Схемы Проблемы используются Ну И более того Значит Как уже Было Сказано Что На самом деле Сложность То есть Проблема Несколько Другая От этого То есть То есть Используется Проблема Исклетного Лоббиритма Но Сложность Не совсем Экварентна Для того Чтобы Вломать Эту систему Можно Не уметь Решать Да Ну да Это Неудвестно Там же Проблема Да Ты знаешь Две степени А нужно Степень Для произведения Это же Нельзя Ну да Ну я Собственно И делаю И коммунитивно Я же не нахожу Так Ну вот Чтобы Значит Уложить Эту Проблема В рамки В рамки Генетической Сложности Нужно Значит Некоторых Сратификат Произвести То есть Там Проблема Формулируется Для всех Полей А мы Выбираем Значит Поля То есть Из всего Много Таких Полей Мы выбираем Поля Которых Модули Они Принадлежат Некоторой Последовательности Причем Последовательность Она Достаточно Разреженная То есть Каждый Модуль Он Лежит Вот В таких Границах Между двумя Соседними Степенями Ну и Выбраны Какой-то Конкретный Первообразный То есть Мы Зафиксировали И У нас Множество Определения Функции Получается Такое Не все Возможны Такие Тройки А Тройки В которых Модуль И Первообразный Принадлежат Этой Последовательности Нужно Уметь Вычислять Функцию Дисклетного Логарифма Логарифма Я Заграничением На Вот Это Множество Не для всех Полей А Вот Только Для таких Причем Напомню Что Размеров входа Традиционно Это Длина Двоечной Записи Ну Либо А Множество входов Размера Н В такой Постановке Это Будут Все Тройки В которых Эти два Компонента Фиксированы А Меняется То есть А Может Любой Ну Вот Значит Имеет место Такая Теорема То есть Как бы То Что Мы сделали Это Как бы Код Проблема Получается Ну Вот Оказывается Что Можно Выбрать Так Что Она Будет Эквивалентна Исходная Проблема Вероятностная Алгоритм Алгоритм Ну И Значит Для Такой Проблемы Можно Доказать Что Она В генерическом Смысле Сложная Алгоритм То Для Него Существует Полиме Генерический Алгоритм То Можно Разширить На Все Входы Ну Значит Как Мы Клоны Делаем Это Здесь Мы Берем Случайно Генерируем Показатель Степени Уже Возводим Показатель И умножаем На Вот Это Число А Для Которого Мы хотим найти Делаем Так До тех пор Пока Вход не попадет В генерическое множество А так Ну Свойств Полей Что Ж Степени К Он Пробегает Вообще Все Не Нулевые Элементы Мы Обязательно Попадем В генерическое множество Так как Это Генерическое множество Вероятность Попасть туда Фактически Больше Одной Второй Так Только Мы Попадем Туда Мы Там Сможем Решить Проблему Действительного Логарифма То есть Найти Такой Показатель Степени Для этого Элемента Ну а Соответственно Для А Тоже Вернуться Обратно Вернуться На Для А Проблемы Извлечения Корня В группах Вычетов У нас Группа Вычетов По модулю Числа Которые Играют Произведения двух Простых И Нужно Что сделать Нужно Извлечь Корень То есть Найти Элемент Который В этой Группе В квадрате Дает А Конечно Не всегда Это делать Но если Это сделать Нельзя То Мы Вдаем 0 Есть Приложение В флитографию Как минимум Система Орагина Где Как раз Используется Проблема Возведения Квадрат То есть Извлечения Квадратного Много Так Да Приложение Проблемы И Так же Как Проблемы Дисклейтного логарифма До сих пор Который Решает Для всех Для всех Для всех Входов Проблемы Так же, как и для дискретного логарифма, мы производим стратификацию, то есть выбираем модули, чтобы они были соседними цепенями булоки. Это связано с тем, что размер у нас это двоичная длина, длина входа для каждой группы будет своя. Да, кстати, вот вопрос, а существуют ли вообще такие последовательности и для простых чисел? Это еще Чебышок ответил на этот вопрос, как даже сказал постулатный тракт. Но обычно в этих системах надо, чтобы простые были как-то 4А плюс 3. Иначе там, когда квадраты изнутрикаются, единственное лечение произошло. То есть не просто два простых, а два простых вида 4, которые дают высадок 3, а не 4. Ну, да. Важно является квадраты изнутрики. Ну, соответственно, мы также ограничиваем наши функции на множество вот таких вот, в которых модули делаются в этой последовательности. Опять-таки, размер входа это двоичная длина модуля, множество входов размера R, это всевозможная пара, в которых R фиксировано, а он меняется берет 3. Ну, аналогично дискретному водоритму можно показать, что если для оригинальной не существуют проблемы извлечения корня, то и есть последовательности, для которых тоже не существует вероятность нововлений. Ну, и опять же, что можно для такой проблемы, что она генерически трудна, помогут для того, что она в классическом случае трудна. Здесь, значит, как происходит клонирование в создании клона? Мы домножаем элемент А, из которого мы хотим корень извлечь, на В квадрате, где В случайный, равновероятный элемент из нашей группы. Ну, и если мы умеем извлекать из этого элемента корень, то можно вернуться обратно и извлечь корень из А, из прототипа. А вот эти элементы, они не всю группу покрывают, но очень большую часть. Большая плотность этих элементов, множество таких элементов, она, ну, как минимум, на четвертую, по-моему. Но это гарантирует, что мы с большой вероятностью попадем в генерическое множество. Потому что генерическое множество, оно, грубо говоря, плотность у него единицы, они обязательно попадем. Ну, фокус-то в том, что мы не просто корень корень, а часто мы должны извлечь активность корень. Это же мы находимся в модуле, в произведении двух простых, там четыре корня. Ну, например, за единицы нам надо извлечь не единицу и не минус единицу, а три, еще один корень. Единственное, из которого корень корень корень. То есть тут надо как-то еще... Ну да, там можно подумать, надо в этом варианте подумать. Так, хорошо. И последняя проблема поиска изомортизмографов. Значит, в чем она состоит, напомню. Даны два изомортизмографа. Ну, они задаются обычно матрицами. Нужно вычислить функцию, которая по этой паре выдает веекцию. То есть перестановку, допустим, вершин первого графа, которая осуществляет изомортизмографы. Тут тоже есть некоторые приложения к фотографии. Системы. Доказательств моего разглашения. Ну да, это как раз как-то. Да, да, да. Как раз там используется проблема. Значит, стратификация тут получается каким образом? Мы выбираем последовательных графов так, чтобы... Ну, каждый граф с R решением. Для каждого числа вершин берем какой-то один граф. Ну, понятно, можно выбрать, например, графы так, чтобы деревья были. Да, эта проблема легко решается. Но есть последовательности, для которых она будет трудно разрешена. Значит, и ограничиваем нашу функцию на вот множество таких графов, у которых один... Второй граф, он берется из этой последовательности. Значит, размер тут у нас это число вершин. Множество входов размера, это пара, у которых один граф фиксирован, а второй это любой граф изоморфий. Ну, опять аналогичная теорема, что можно выбрать эту последовательность так, что она будет... Ну, и вот аналогичная теорема о генерической сложности этой проблемы. Она генерически сложна, а если она генерически сложна... в классическом. Значит, как происходит планирование? Планирование происходит в ТАСС. То есть мы берем и действуем случайной перестановкой на первый граф. При этом получается множество. Можем перебрать вообще во всевозможные входы размеров, поэтому обязательно, к большой вероятности, мы попадем в генерическое множество. Там мы сможем решить ее. То есть найти перестановку. Ну и вернуться к исходной проблеме. Таким образом. То есть найти перестановку для исходной пары ГА. Так, ну вот и все как бы у меня. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Это персонаж из фильма «Люди в черном». Это у него прибор, который стирает память. У меня такой философский вопрос. Там вот была гипотеза... У меня такой философский вопрос. Продолжение следует...